В МРИЛ завершается подготовка к проведению выборов главы государства. В частности, сейчас идет проверка готовности избирательных участков к проведению голосования. Но проверяют не только технику. В МРИЛ, как и по всей стране, часть избирателей – люди с ограниченными возможностями здоровья. Насколько комфортно им будет осуществлять свое конституционное право. Вместе со специалистами Центра избиркома республики ответ на этот вопрос искала и наша съемочная группа. Все на выборы. Каждый гражданин должен иметь активную позицию. От вашего выбора зависит дальнейшая жизнь всей страны. Призывы к избирательной активности граждан звучат постоянно. Но что делать, если гражданин активен, но вот со здоровьем у него проблемы? Как ему добраться до избирательного участка, да и просто выйти из дома? Условия для беспрепятственного движения этой зимой, прямо скажем, не очень хороши даже для абсолютно здоровых людей. Сегодня сюда я приехал, подъехал с участка. Во-первых, транспорт, подъемник, подъемник, он не приспособлен. То есть надо немножко его переделать, потому что можно получить травму. Можно упасть с него. И заезд на стоянку, то есть куча транспорта и под знаком, где знак для стоянки для инвалидов, она занята. Это уже выезд со стоянки, тоже пандус неправильно сделан. Куча снега, неподготовлен, то есть надо от стоянки добраться. Одному невозможно будет на коляске. И заезд входной группы, то есть крыльцо, крыльцо тоже не адаптировано. Оно скользкое, во-первых, когда если снег или немножко подморозит, то одному тоже не заехать на коляске. Просто простое решение, это человеку, который говорит, что это готово все, просто сесть на коляску и самому попробовать. Что касается внутреннего обустройства избирательного участка, то здесь все на уровне. Помещение достаточно просторно и самое главное, нет высоких порогов. Есть и соответствующие удобства здесь же, на первом этаже. Но главная проблема, это как добраться до избирательного участка. Мы проводили опрос между своим обществом. В социальных сетях мы проводили опрос. Они говорят, а зачем нам эта разовая проблема? Если бы нам куда-то адаптировали город полностью, хоть куда-то, хоть кинотеатр, хоть спортзал, хоть бассейн, чтобы могли мы потом не разово выходить, общаться между собой. Но этого в городе нет вообще, не только в городе, это в республике. Этого нет. Проблема обозначена, и ее надо решать. При этом ссылки на то, что программа «Доступная среда» пока еще не набрала нужных оборотов, неуместны. Вот уже не первый раз мы сталкиваемся с жесткой критикой, которой люди с ограниченными возможностями здоровья подвергают пандусы и подъемники столицы. О других городах и весях речь просто не идет. Там ситуация вообще вне критики. Но выборы — это тема отдельная. Да, пока избирательные участки должным образом не готовы. Но время еще есть, и все недочеты должны быть устранены. Ощущения у человека, когда он приходит на избирательный участок, или когда он голосует дома, совершенно разные. Потому что когда он приходит на избирательный участок, он понимает, что он на рамне со всеми реализует это конституционное право. Это очень важно. В Ешкар-Олег выбором будут оборудованы шесть специальных участков. Их номера и адреса можно узнать на сайте Центра избиркома республики. Маломобильный избиратель пишет заявление либо в участковую избирательную комиссию, либо через сайт госуслуг и закрепляется за одним из них. Туда его доставит спецтранспорт. А вот выбираться из дома до автобуса и преодолевать расстояние от парковки до здания придется самим. Поэтому без помощи окружающих просто не обойтись. Мы показываем обществу, в какой ситуации находится человек с инвалидностью, с какими трудностями ежедневными он сталкивается, для того, чтобы изменить и отношение любого гражданина здорового к человеку, когда он встречает человек с ограниченными возможностями, чтобы он тоже в рамках всех его возможностей помог этому человеку. И это очень важная, я бы сказала, гуманная задача. У людей с ограниченными возможностями свой взгляд на решение этой проблемы. И если уж вспоминать принципы гуманизма, то к этому обязательно надо прислушаться. Нужно круглый стол организовать. С губернатором? С эстетей? Есть возможность. Вот. Я бы хотел просто организовать круглый стол, чтобы он послушал нас, что мы предлагаем сделать. Как это по другим регионам. Есть такой город в Крыму, город Секи называется. Там город Колясочников, так его называют. Он полностью адаптирован, полностью адаптирован. Я проживаю здесь, прописан здесь. Я получил травму. Здесь у меня организация, я плачу налоги. Но я езжу туда, потому что я не могу ни заниматься ни спортом, ни ходить ни в бассейн, ни в одну поликлинику. Я даже к дочке не могу в школу попасть, на собрание. Абсолютно все граждане России имеют одинаковые права. А люди с ограниченными возможностями нуждаются еще и в определенных привилегиях и заботе. Именно так и должно обстоять дело в действительно цивилизованном государстве. Как нас заверили в Центр избиркоме, совместно с властями и общественными организациями все существующие недочеты будут устранены. И каждый желающий из числа тех, чьи возможности ограничены, сможет осуществить свое конституционное право. И что особенно отрадно, без лишних не только физических, но и душевных затрат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова